Трэм подписчикам и гостям, я Джетли. И в этом видео я хочу рассказать, почему не стоит говорить плохо о своих бывших вторых половинках и как научиться извлекать из всех своих отношений опыт. Начнём мы с того, что каждый человек в нашей жизни приносит нам какой-то опыт, какие-то знания. То есть тем или иным способом он нас развивает. Я совершенно не понимаю людей, которые говорят о своих бывших, что вот он, она были такими плохими и как хорошо, что эти отношения закончились. Ну, на самом деле фраза с «как хорошо, что отношения закончились» она имеет место быть, потому что люди имеют свойство мучить друг друга и как бы даже по психотипу друг другу не подходить. Итак, какими же такими путями люди приносят опыт нам и в нашу жизнь? Вы можете даже взять в пример себя, если у вас, конечно, были какие-то отношения. А я думаю, они были. Например, человек, которого вы по обоюдному согласию решили назвать вам близким. Даже, допустим, в той же интеллектуальной или моральной сфере. Он открывает вам душу, он делится с вами какими-то ситуациями из своей жизни, делится своими любимыми играми с вами. Ну, это так, это я допустим. Рассказывает о своих увлечениях, интересуется вашими увлечениями, интересуется вашими какими-то моментами жизни, и вы с ним проходите какой-то временной отрезок вместе. За этот временной отрезок вы получаете какой-то совместный опыт, пусть даже, допустим, не знаю, проживание вместе, общение. Вы должны из этого извлечь что-то для себя, и он тоже должен извлечь что-то для себя. Вы, так сказать, учитесь друг у друга, и, допустим, знакомитесь с его знакомыми, у вас появляются какие-то общие знакомые, и от этого ваше круг общения расширяется. Но этим злоупотреблять всё-таки не стоит, а особенно не стоит в отношениях слушать каких-то других людей, которые, скажем так, не так глубоко прочувствовали ситуацию, как вы, не так много знают о вас и том человека, как вы. И, так сказать, именно из-за этого я не люблю интересоваться у кого-то из людей, как мне быть в той или иной ситуации. Нет, иногда возникает именно желание поделиться ситуацией, может что-нибудь спросить, но слушать и действовать по данному совету вам нужно исключительно, если вы решили, что так правильно. Но правильно это может и не быть. Поэтому, если вы поступите так, как вам советовали, и потом человек выдаст не ту реакцию, какую вы ожидали, то не стоит винить тех, кто дал вам совет. Они лишь рассчитывали на то, что вы можете прислушаться к этому, а можете поступить по-своему. И на самом деле каждый человек в вашей жизни, будь то это человек, с которым вы состояли в отношениях, или с которым просто дружили, или общались, или просто мельком встретились в какой-то компании, и, так, скажем, душевно поговорили, он приносит вам опыт, он является вашим учителем в какой-то степени. И я понимаю, что многие, особенно те, кто учится сейчас в школе, в институте, имеют какую-то антипатию к тем или иным учителям, и говорят, что вот, этот учитель плохой, потому что там меня постоянно выцепляют, задают какие-то каверзные вопросы, ну, опять же, к примеру. Но это уже влияет фактор личной неприязни. И каким бы на самом деле учитель не был, если он вас чему-то научил, что-то вам дал, что вы можете использовать в своей жизни, там, в той или иной сфере, я не думаю, что его можно называть плохим, ведь он вас научил чему-то. Так же и в отношениях, за исключением того, что это был только ваш личный выбор. Я понимаю, что вот сейчас кто-то скажет, ну, я же не знал, каким он там окажется козлом, дебилом, идиотом, да, допустим, или какой она окажется дурой. В ситуациях в жизни или на тех же уроках вы тоже не знаете, вы не знаете своего будущего, и именно поэтому как раз-таки жить и становится интересно. Именно это является какой-то частью ваших отношений, то, что вам интересно, что будет дальше, вам интересно быть с этим человеком. А каким он окажется в конце, вы об этом не думайте. Вы его идеализируете, строите какие-то планы на будущее, но планы это всего лишь планы, и они не обязаны сбыться. И какими тяжелыми не были отношения, или как бы сильно вы не любили человека, мир не крутится, увы, вокруг вас. Даже вокруг меня он не крутится. У нас у всех в жизни возникают трудности. Если человек, допустим, захотел с вами расстаться, а вы не хотите с ним расстаться, будет больно, будет тяжело, но вы сможете, если увлечетесь каким-нибудь хобби, перебить, заглушить эти чувства. И потом, если вы осознаете, что вы готовы к новым отношениям, у вас будут новые отношения, и, возможно, даже лучше старых, лучше прежних. Но проблема в том, что многие хотят лишь поплакать, погрустить из-за этого, а что-то делать или работать над собой они не хотят. И если вас бросила ваша вторая половинка, это лишь лишний повод задуматься над собой, над своим поведением, возможно, что-то в себе изменить, стать, так сказать, лучше в каком-то смысле. Если он или она ушли к другому человеку, то это исключительно их выбор. Они решают, что лучше для них, что лучше для их жизни. И они действуют, чтобы что-то исправить. Многие из вас поступят абсолютно так же, допустим, если найдется какой-то человек, который будет о вас лучше заботиться, или будет вам больше нравиться, или будет вам как-то близок, даже ближе, чем человек, с которым вы встречаетесь, вы, наверное, тоже к нему уйдёте. Просто ставьте себя на их место. Просто учитесь понимать других, а не только себя. Если вы будете понимать других, то у вас большинство негативных эмоций, оно уйдёт из-за того, что вы будете понимать, почему человек так делает, почему он считает именно это действие правильным. Если от вас всё-таки кто-то ушёл, то я думаю, что вы должны просто отпустить человека, сказать ему, «Это твой выбор, твоя жизнь решай сам», и просто не держать к нему зла, и не испытывать негатива. Даже если он к вам приходит, знайте, что потом у вас всё будет гораздо лучше. Но вы должны над этим работать. Не говорите о своих бывших, о каких-то плохих вещах, даже если они о вас их говорят. Не опускайтесь до их уровня. Если вам было полезно это видео, ставим лайки, если нет, дизлайки. Если вы думаете, что я тупая, вы можете написать об этом в комментарии, или просто ставить своё какое-либо мнение в комментарии. Можете привести примеры своих отношений. Можете, допустим, если вам прям очень надо попросить совета. Если вам несложно, подпишитесь на канал, задайте какую-нибудь тему для следующего видео. И всем спасибо за просмотр, и пока!